Керамика это такое дело, которое очень сильно связано с такой, с материальной базой, то есть тут недостаточно там компьютера-планшета, нужно много разных каких-то специальных штуковин, приспособлений и прочее, то есть начиная с того, что это такое реальное 3D материальное производство, то есть нужно делать из чего-то при помощи чего-то и где-то, вот, то есть нужно помещение, нужны материалы, и оборудование, то есть это керамические массы, глазури, печка для обжига, там, компрессор, в основном я делаю маленькие серии посуды и аксессуаров для дома, но порой работаю с индивидуальными заказчиками, которые хотят как-то разнообразить свой интерьер, мы создаем с ними уникальный проект, подходящий для их конкретного чудесного интерьера, это может быть какое-нибудь там панно над камином, или какая-нибудь скульптурная композиция, процесс создания таков, сначала я делаю модель, модель создается обычно немножко больше, чем изделие, которое мы ожидаем получить, потому что в процессе обжига изделие уменьшается, из него уходит там лишняя влага, бла-бла-бла, какие-то там хитрые химические процессы, и оно уменьшается процентов, это кнут 15-10, вот, то есть это нужно учесть, создавая модель, ну увеличить наш предмет, потом с этой модели снимается гипсовая форма для отливки, и в эту гипсовую форму мы заливаем жидкий шликер, шликер это такая глина в состоянии сметанки, ждем пока на гипсовой форме образуется такой слой, необходимой нам толщины, ну повторяющий контур стенки, и когда этот слой образовался, излишки глины мы выливаем, ждем пока наше изделие внутри гипсовой формы немножко подсохнет, достаем его, сушим, потом засовываем в печку, обжигаем один раз, после этого изделия, которое у нас получилось, он называется утиль, то есть первый обжиг, он называется утильный обжиг, это утильное изделие мы глазуруем, после чего обжигаем изделие еще раз, уже там высокую температуру, вот, после чего он становится таким прекрасным, блестящим, его можно уже использовать, там пить из него чай и прочее, в общем это уже готовое к использованию изделие, вот, но дальше его можно декорировать, например, наклеить на него чудесное деколе, или раскрасить вручную специальными красками, или покрыть золотом отдельные элементы, после чего мы еще раз обожжем это изделие, так что наш декор, он так, надежно соединится с глазурью, и, в общем, все это можно потом будет мыть в судноочной машине, там, использовать в микроволновке, в общем, все уже так, на века. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова